дальше движемся и так мы с вами если вот то по такой программе идем то примерно то есть четыре раза ну кроме сейчас кроме состояния еще есть другие статические упражнения они все разные вот например когда человек стоит то лечится вот выше гола выше груди все вверх если человека мигрени там сверху голова там все вот болит вот сверху допустим он стоит стоит тогда следующее положение тела это стоя на колени стоя на колени лечится средняя часть тела статическое напряжение убирается нет голова уже не лечится на коле средняя часть тела когда человек на коленях стоит ему тяжело стоит становится допустим он может как по кошачьи встать на 20 секунд потом 5 на колени и так три раза можно и садится тоже возле стеночки тоже три раза можно на 20 секунд это не прерывается чистка она продолжается идти положение тела менять нельзя вот и на коленях стоишь другое начал делать заново чисто прошло прерывание происходит следующее положение тела это поза алмаза то есть из колени вниз вот так садишься не понятно показывать сюда вот поза алмазов два варианта есть или вот так ноги вот так вытягивать как балерина или под себя еще вот под себя легче это облегченная поза алмаза да вот так под себя легче вот так сидеть тоже чистка идет если вперед вот на по кошачьи так нагнулись на руки встали это для того чтобы снять напряжение на 20 секунд потом опять в алмаз понятно поза алмаза лечит среднюю часть тела тоже но ближе уже к низу то поясница вот куда пошел назад следующее следующее это поза бабочки не не надо были это у нас нет стопы вместе стопы вместе колени врозь вот так вот поза бабочки понятно вот поза бабочки это хоть до последнего беременно есть облегченная поза бабочки облегченная поза алмаза тоже есть можно между ног подушечку зажимать и на него так садиться и ты садишься не слишком глубоко это облегченная поза алмаза поза алмаза в целом это сложное упражнение стоять возле стеночки в целом легче но все равно это опасное положение вот поза алмаза самое те же одно из самых тяжелых поза бабочки самое легкое самое легкое это стопки вместе положил сел диванчику на спинку вот так облокотил стопки вместе и сидишь если тяжело стало раз по-турецки потом опять через 20 секунд опять поза алмаза 65 минут все эти положения тела одинаковая скорость чистки идет а если коленки сильно валят ну не сидите в бабочке тогда надо выбирать те положения тела которые вам удобнее делать легче тогда есть еще один вариант это это как бы покупаешь веревку намыливаешь вечная статическая поза ну потому что у вас на третьем слое блок вот они начинают болеть сидишь дальше скрипись зубами ну все а потом обратно собираешься да ну потому что опять собираешься как этот в длинном периоде там в этот был какое-то такое животное да но все время так и растягивалась потом собиралась значит следующее положение тела пол лотос бабочка лечит все вот все бесплодие у женщины это самое крутое положение тела у мужчин когда ты на баб бросаешься не можешь жить как бы бабочки сидишь нормально все легче жить становится женщин нарушение цикла бесплодие лечится бабочка влечит все что вниз нижней части тела почки все как бы придатки все бабочка лечит это всем надо бабочку делать ну а зачем коленки стойте возле стеночки не надо коленки не напрягаются тогда не надо делать то что вас перегружает да непрерывно следующее положение пол лотос вот так одна нога сверху другая снизу тоже 65 минут пять слоев чистить можно к стеночке к диванчику вот так прислониться и сидеть вот так следующее положение тела это вот так нога за ногу скрученную позу ногу за ногу так забросил но это вот так вот а это вот так ну покажи скрученную вот так да вот так вот спасибо давай заработаете на крем все люблю апельсиновый коробки обожаю по всем поза бабочки а по всем будут но ноги хорошо поза бабочки ноги лечится руки чтоб вам лечились руки да ну смотрите делайте бабочку и стоя по очереди когда стоя будут руки лечиться бабочку ноги стоя значит но на коленях стоит вот смотрите четыре раза в неделю надо делать статические упражнения чтобы у вас не копилось статическое напряжение она купится за три дня примерно поэтому четыре раза в неделю по 65 минут в это время хорошо молиться время статических упражнений четыре раза в неделю моя хорошая вы можете вообще не делать будете промчался он звездой горячей погиб охваченный огнем ну то есть ей можно долго жить а можно быстро стремительно все равно мы вечные а можно 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 да лучше молиться можно вязать да то есть руки двигаются статика остается можно креститься тоже ничего не меняется ну так башку и не надо мотать вот так болтаться не надо да да можно каждый раз новую можно делать да все со статикой разобрались давайте вам деревья немножечко расскажу они тоже еще сами лечебные по себе ли полечит психические заболевания бессонницу расслабляет человека в целом мирную систему расслабляет тополь и акация лечат женские болезни и гормональные функции у женщин бесплодие женск сосна мужской бесплодие лечит елка лечит онкологию если у человека есть доброкачественная опухоль допустим он может параллельно с чисткой еще делать следующие корни ели вот полтора сантиметра толщиной максимум пол сантиметра минимум такие корешки на левую руку левую ногу одевать вот так на часы где зона часов и на ногу там где носки спереди лодыжка 6 утра до 12 дня носить один корешок два корешка вот этих вместе левая рука левая нога четыре раза подносили 24 часа корень действует потом он перестает действовать выкидываете следующий сталь корни можно у нас вам рите заказать или нарытие в местных елок но именно корни ели лечит онкологии больше ничего не надо дарить никакие другие корни вот такой ну на запясть размер запясть толщина от полтора до пол сантиметра но есть оздоровительный центр амрита у нас да там еще знаете что классную вещь можно заказать есть такое есть такой смесь масел у нас там на основе рыжикого масла там масло куркумы добавляется масло черного тмина масло эвкалипта масло гвоздики масло ним а ну то есть 8 видов масел во очень важных пропорциях добавляется это противовирусная смесь я вот каждый раз когда на лекцию иду я в одну на зубе брызгал в другую в рот себе у меня 7 часов вирус если попадет внутрь он погибает на слизист я вообще не болею вирусными инфекциями чинит вот из-за этого масла вам рите можно заказать она по-моему 600 рублей стоит бутылочка такая и хватит на месяц на два брызгать каждый день детям можно пожилым людям профилактика вирусных инфекций даже самых тяжелых понятно заказывайте можно по интернет заказать вам придет амбрита находится на сайте 30 . да можно у елки стоять но это не будет лечить онколог просто да елка она повышает противопухоли иммунитет сосна лечат вирусные заболевания и мужское бесплодие тополь лечит клён лечит все суставные заболевания суставов дуб позвоночник лечит яблоня лечит дыхание бронхи яблоня вот слива сосуды лечит деревья должны быть не меньше толщины человек чтобы лечебной силой плода осина лечит давление нормализует давление снижает повышенное давление расслабляет человека осина целом береза лечит кожные заболевания и женскую энергию увеличивает гормональные функции по-женски разобрались деревьями слива сосудистую систему как лечиться деревьями можно расслабленно сидеть спиной вот запомните мужа обнимаем а к дереву спиной и к мужу спиной дерева обнимаем наоборот понятно да то есть деле вы лечимся спиной можно садиться вставать если расслаблено возле дерева то она сама вас лечит 20 слой час 40 а если стоите то 65 минут теперь длительное движение вот в отличие от воды воздух мы всасываем одновременно и пассивно и активно ну то есть на воздухе не надо специально стоять там сидеть есть конечно методы как воздух пассивно всасывать но эти методы вам не подойдут ну то есть я их не исследовал вот если допустим выйти на минус когда минусовая температура то про она начинает чистить человек вот допустим когда у нас бассейна не было в карганде там был минус 20 мы вышли в трусиках на свежий воздух стояли там 20 минут за 20 минут мы прочистили все пять психических слоев праны а потом пошли в парную греться в это время надели варежки и шапочку чтобы нужно мерзнуть только пальцы и голова но вам не так нельзя будет делать потому что у вас не прокачано прана и могут быть какие-то проблемы в организме поэтому чистка прана идет и пассивно и активно одновременно то есть мы просто идем когда идет средней скоростью человек то он за 48 минут своей средней скорости очищает один психический слой соответственно четыре часа непрерывной ходьбы очищает все пять слоев и чистка воздухом не такая уже ну не такая уже безопасная как чистка водой то есть воде сидеть без проблем статические упражнения делать опасности почти никакой нет а вот если мы начинаем ходить то надо это делать постепенно аккуратно развивать себе вот это вот нагрузку то есть сначала может доходить там недельку две на один слой потом на два постепенно увеличивая до четырех до пяти слоев там правило такое на один слой можно ходить хоть каждый день на два слоя можно тоже каждый день ходить но периодически надо отдыхать могут возникнуть перегрузки два слоя то 48 множество 2 до 96 минут ходьбы средним шагом не быстро немедленно без палок а просто вот идешь обычный поход три слоя раз три дня четыре слоя раз четыре дня пять слоев раз пять шесть семь дней пять слоев это примерно для мужчины средним шагом ну и для женщины может быть чуть больше меньше для мужчины 21 с половиной километров средним шагом пять слоев а для женщины где-то 21 тонн но в целом на сайте у нас там человечек идет часы себе покупайте расстояние прошли время посмотрели и с количества слоев посмотрели сколько прочистили понятно своя ваша скорость если вы ползете как черепаха то уже не четыре часа будет больше по времени километраж тоже будет больше если человек бежит километрах сокращается и время сокращается если человек идет увеличивается кремит раз ты быстро бежит еще меньше километров и быстрее чистка идет но вы должны все равно рассчитывать вы должны по часам смотреть сколько вы всего расстояния прошли общее расстояние считается и общее время вот вы идете бежите идете бежите ползете вот а потом все вместе расстояние время и вам программа покажет сколько вы прочистили всего хорошо но если вы тренированный человек нужно если вы на ну спортзал ходите допустим занимаетесь то можно сразу на четыре часа ходить из ванны из данной велосипеде тоже чистит все остальное как чистится но издана велосипеде это это чистка для инвалидов если у человека не двигается корпус он не может ходить он тогда велосипедом чистится или там ручным тренажером если человека слепой допустим человек он может на эллипсоиде ходить потому что когда ты обеими руками держишься и ногами слепой человек не падает когда вот так движется двигаться а ну лыжи тоже чистят все чистит но лучше всего ходьба или бека это более можно с палочками ходить я сейчас вам объясню как заменить ходьбу и бег на чё хочешь на любом тренажере хоть наклоны делает там хоть прыгай на скакалке все равно будет динамической чисткой замена происходит следующим образом вы выбираете темп сначала в котором вы хотите нагрузку себе давать но допустим вы решили нагрузку как как при беге до давать легком беге или как при ходьбе вот идете 48 минут и у вас должны быть часы на которых измеряется расстояние время и пульс ну допустим вы идете у вас средний пульс 105 допустим ударов минут потом вы встаете на эллипсоид допустим да и с пульсом 105 за 48 минут вы прочитаете точно так же один слой психический то есть расстояние убираем заменяем на пульс но вы должны где средний пульс держать тогда и можете тогда на велотренажере это делать или там наклоны делать средний пульс 105 значит вы за 48 минут очищаете 51 слой ну а пульс любой вот вы допустим пробежали за 22 минуты допустим один слой это 6 половин минут километр три километра три с и два километра бега за 22 минуты пульс допустим у вас 150 будет допустим и потом дальше на велотренажере или на эллипсоиде вы с пульсом 150 когда двигаетесь то вы за 48 минут за 2 22 минуты прочать один слой непонятно ну то есть вы с любой скоростью двигайтесь просто на один слой измерите сколько расстояние у вас время и пульс и расстояние на пульс заменяете и все и можете любой вид движения дальше использовать с таким пульсом это все индивидуально уже но когда у нас будет программа она будет сама так рассчитывать если вы один раз два раза пройдете пробежите она уже будет знать как потом дальше вам делать чтобы у вас чистка пошла там на других объектах и только на ногах то же самое с палками ходить это уже другая чистка идет поэтому сначала просто пройти надо проверить по программе а потом дальше уже поехали когда вы будете длительную ходьбу практиковать правило такое если вы в воде не сидите статику не делать ходить запрещено потому что только ходьба одна вызывает дисбаланс в организме и воспалительный процесс сначала вода всегда потом статические упражнения потом только ходьба иначе будет жесть и и если вы ходите только на два с половиной слоя то через полгода такой ходьбы у вас будет дисбаланс между первыми слоями и последними то что вы первые чистите а последний нет и там на последних начнутся проблемы поэтому надо доводить до четырех часов вот этом опасность спортзала человек допустим люди в основном спортзале час тренировки тренируются час только если вы раз в неделю ходите четыре часа непрерывно вы можете тренироваться хоть каждый день у вас ничего не будет плохого но если вы никогда не ходите а только тренируетесь тот то вы очищаете только два три слоя первых а потом остальные у вас там гниют и в результате у вас организм дисбаланс входит а на четвертом слое находится позвоночник а он нагружается во время тренировок и крупные суставы они потом становятся больными все через год тренировок понятно 70 минут если типа дома или в бассейне или у друг подружки можно не хотите ладно можно можно даже рожать воде чистка будет идти все нормально ладно хорошо значит когда вы будете ходить длительно у вас начнется лечение прежде всего суставов и начнут ныть суставы колени голеностопы поясница это все лечение нытье это лечение когда острая боль значит надо снижать скорость если даже маленькая скорость и острая боль значит тогда надо вода и статические упражнения делать несколько месяцев прежде чем ходить начать значит у вас сильно накопление воспалительных процессов организм а если острой боли нет тут ноет там нога ничего страшного у меня когда начал бегать у меня когда это третьего слоя дошел у меня коленка начала ныть правая полгода ныла прошла потом тазобедренный сустав заныл потом другой потом колени и так все три года поясница ныла и пролечилась сейчас вообще не ноет все пролечилась в организме все у меня я сейчас бегаю мне ничего не болит у меня друзья говорили что у тебя стираются колени у меня все стерлось поэтому ничего не болит я не знаю как по их теории еще это можно объяснить на самом деле организм но это означает лечиться он идет перестройка суставов они становятся более крепкими потом сосуды лечатся потом все 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 лечится в организме последовательно и если вы ходите больше трех слоев начинает лечиться жир рассасываться можно на липсоиде пройдите 45 48 минут там по таблице посмотрите расчет времени аскет чтобы вы точно один слой прошли и пульса смерть средним пульсом с таким 48 минут идете на липсоиде один слой потом второй третий и элипсоид он же не напрягает суставы там движение такое мягкое что ты сустава вообще не напрягает суставы же напрягаются при ударе об землю и когда они выпрямляются она ли сегодня они не выпрямляются не ударяются нет поэтому там сустава вообще никак нет идешь вот так руками крутишь ногами да мы хорошего вас просто блоки просто надо сначала в воде потом статика потом пошла и проходит год тренировок примерно нужно вот эти вот статику динамику чтобы прокачать блоки под блоки стереть как бы которые влияют на физическое тело нужно где-то от 8 до 12 месяцев по графику тренировок и вы омолаживаете свое психическое тело какие результаты все хронические болезни начинают лечиться просто кроме этих практик еще нужна одна это очищение своего отца от негативного тонуса это энергии солнца надо пополнять для этого существует несколько вариантов первый вариант это пост 12 часов поста один слой 24 2 36 3 48 4 60 часов 5 стою пост на воде 12 часов можно каждый день поститься это называется интервальное питание я так делаю я каждый день по 16 часов по щусь но больше на больше меня не хватает ну то есть 16 часов это один слой еще чуть-чуть второго то есть я вечером поел следующий раз в обед пропускаю завтрак на воде пью пью с утра буду ну то есть два слоя можно раз в неделю чистить постом это 24 часа поста три слоя 36 часов раз в две недели четыре слоя двое суток поста раз в три недели и пять слоев 60 часов поста это три ночи и два дня раз в месяц есть и пост на воде сухой пост не надо делать это опасный пост потому что стол цель солнце входит тебя и не охлаждаешься ты на воде когда ты ты когда солнце тебя заходит ты его водой охлаждаешь и это ну безопасный пост а пост на сухую можно проводить если ты уже очистился от токсинов там попастился на воде годик можно сухую потом поститься так это опасно токсин некуда девать в организм она не вводится никуда потом когда начинаешь кушать у тебя все все дерьмо из тебя выходит если сухой пост очень жестко вот пост в целом классная вещь но только сначала статику прокачали потом динамику а потом только пост то есть вы начали аскезо делать пост только через два месяца недельки-две только ставкиトку поделали потом подключили динамику и через два-три месяца только пост начали иначе пост будет вредно носить здоровью понятно Не, сразу надо. Или с открытым окном. С открытым окном прана будет заходить частично. Если у тебя над головой небо, то оно полностью заходит. Вот, допустим, ты на балконе дорожку поставил, сверху небо. Или там чуть-чуть, неважно, ты полностью чистишься. А если я форточку открыл, уже чистка такая, более-менее нормальная, чтобы свежий воздух шел. Ну, праной заходят, но так, слабенько. Итак, пассивные посты. Что это такое? Это когда ты берешь лист шпината или салата, самый лучший лист салата для пассивных постов. Самый мягкий, безобидный лист салата. Берешь его на блендере, взбиваешь, получается с водичкой такой, весь такая листочка. Чуть-чуть подсаливаешь и пьешь весь день. Это тоже пост, пассивный пост. Чистка идет точно так же, но слабее. Но зато ты не голодный. И шпинат, и салат, это самые лучшие. Можно на капустах делать, листовых. Пекинская, белокочан, тоже листья, это тоже листья. На всех листьях можно. Но самые лучшие листья, это салат и шпинат. Все остальные уже такие, как бы, с ними сложно будет. Можно и на листьях свеклы делать тоже. На любых. Понятно? Ну, то есть, допустим, посты еще влияют на судьбу. Вот ты с понедельника постишься, лечится семейная жизнь. Можно замуж выйти. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Вторник, это лечится волевые функции у человека. Работа лечится. Работа, чтобы работать нормально. Вторник. Среда, отношения с друзьями, бизнес, торговля. Четверг, работа над собой, духовная практика. Пятница, гормональные функции, ощущение счастья, зачатие, бесплодие лечим. Пятницу. В воскресенье лечится иммунитет человека, чувство, собственно, достоинства, красота, чтобы была красота, влияние у мужчин, мужская красота, женская красота. В воскресенье. А суббота, когда все на букву Х, тогда в субботу. Вот все, что я перечислил, все, как бы, все недели постится. Нет, только в субботу. А можно, что надо, размораживать? Будет польза от него? Можно. На блендере забивайте, пьете. А в любом количестве можно? В любом количестве можно, потому что там много не выпьешь. Вы будете под конец уже давиться ему. В любом количестве, да? Без проблем. Как шведский стол, сколько можешь есть? Сколько хочешь? Сколько ты там съешь? А если же съешь вовремя по статке, а жутебные рубины соль? А это значит, что надо сначала статику делать, потом динамику, а потом только пост. Вот об этом я и говорил. Нет, у вас общее статическое напряжение колоссальное, поэтому в воде не можете сидеть. Забыли? Ну, надо все делать, я же сказал. Теперь, если у вас, вы за любой кипиш, кроме голодовки, то тогда предлагаю другой вариант еще. Сначала сидеть пять слоев в воде, потом идти в парную. Парная тоже чистит токсины, увеличит энергию солнца в организме, как и пост, но слабее это делает. Значит, в парной есть три режима температурных. По ощущениям, а не по температуре делается, потому что там температура, влажность, два показателя. Но если вы хотите максимальные цифры знать, то называется формула 140. Это максимальные возможности человеческого организма. Если температура 100, максимальная влажность 40. Если температура 120, максимальная влажность 20. 140 уже нельзя температура, потому что не бывает меньше 20 влажности, просто не бывает. Если температура 90, влажность 50. Если температура 80, влажность 60. Температура 70, влажность 70. Температура 60, влажность 80 максимально. Температура 50, влажность максимально 90. И выше 90 влажности не бывает. Это вот в хамам тоже. Да. 50 это максимум в хамаме. Выше нельзя уже, перегрев будет. Понятно? Вот теперь как по ощущениям? Вы ложитесь, допустим, в сауну. Вы потеете, но вообще не жарко. Вообще не жарко. Сначала, мы говорим только сначала. В конце будет всегда жарко. Сначала вообще не жарко. Вот вы потеете, вообще не жарко. Значит, 10 минут слой чистится. Сколько лежать, сколько сможете. Допустим, 30 минут пролежать, 3 слоя. Чаще всего человек начинает с 3 слоев чиститься в хамамах. Или в саунах. То есть, вот этот температурный режим потеете, но не жарко. 30 минут слой. 30 минут 3 слоя. Чаще всего после этого станет уже тяжело и выходить. Сначала 5 слоев вода, потом сауна, потом 1 слой вода всего. Ну, это 28 градусов, 14 минут. Раз в неделю начинаем это делать. Можно потом на 2 раза в неделю перейти. Если у вас лишний вес, там проблемы какие-то со здоровьем. А можно поливаться? Можно. В холоде. Можно. Можно. Можно перетерпеть, да, и сразу... Не перетерпеть ни в коем случае. 14 минут или как? В воде? Да. В воде там всегда можно терпеть. Нет, 5 слоев вода, потом в бане, а потом опять вода. Это сразу все, один цикл идет. Вы что? Сначала 5 слоев вода. Вы приходите в парную, вы в баню не идете сразу. Это очень вредно. Вы если зайдете в баню, вы все угробите здоровье. А так вообще делать нельзя. Сначала вода на 5 слоев. Потом парная, а потом опять вода. У нас сколько времени-то мы? Уже заканчивать пора еще? Полчаса осталось? Не бегать. А? Не бегать. Ходите. Не бегать можно ходить. Если ходить не хотите, будете ходить под себя. Но не сразу, постепенно. Лучше журавль в небе, чем утка под кроватью. Олег Геннадьевич, а в чем смысл на диване тогда по маме? Сидишь и поливаешься этой водой. У тебя там обоих до утра сидит. Не будете до утра, не сможете. Ну то есть можно так? Можете, да. Ну я же вам 5 раз уже сказал. Вы что, блин? Так. А если прорубь, то последний раз охлаждаемся и уже не нагреваемся? Ну то есть 5 слоев прорубь, баня. Потом один слой прорубь. Один слой это всего 40 секунд, 45 секунд. 4,5 минуты на 5 разделите, это будет потом в конце. Потом можно погреться, чуть-чуть согреться просто, если вы остыли. Значит теперь, чтобы поняли, как токсины чистить, еще баней можно. И последний способ чистки токсины, это не в Екатеринбурге, это в Сочи, когда приедете. Да, это на солнце. То есть в Сочи в мае месяце там и дальше, утром, когда солнце восходит, то 25 минут один слой чистится. На восходящем солнце 25 минут один слой. 2 часа 5 минут все 5 слоев. То есть сначала в воде постоял, потом на солнце, потом 5 в воду в конце. Солнце нельзя без воды. Понятно? Можно прямо в воде стоять и чиститься. Но в воде там 22 минуты простоял, 40 минут простоял, 22 градуса вода. У тебя солнце на полтора слоя прочистилось, вода на 5 слоев, ты уже больше в воде не можешь стоять. Надо выйти, на солнце можно гулять, статику делать, лежать не надо. Особенно кверху попом. Когда человек лежит, токсины, солнце плохо работает. Нужно или динамику делать, или статику делать, или в воде сидеть. То есть солнце надо с чем-то сочетать. Можно играть в волейбол, допустим. Солнце всегда отпитывается через голову, поэтому голова открыта. Именно с утра, да? Именно с утра. Потому что солнце потом грязное становится. Только утреннее солнце хорошее, чистое, полезное. Для того, чтобы токсины не копились, лучше всего перестать есть мясо, рыбу. Токсины также копятся после 6 вечера, если человек ест зерновую пищу, бобовую, молочную, сладкую. Вечером после 6 надо есть, можно есть овощи. Тушеные овощи, фрукты, сухофрукты, киноа, гречку, пшено. Это не зерновые крупы. Орехи, можно есть мед. Вот это все можно вечером есть. И у вас не будет копиться токсины, даже если вы хорошо покушаете. Молоко тоже, что ли? Молоко можно только немножко, в горячем виде, с медом и куркумой. Но только не толстым мужчинам. Ну, то есть, если у вас лишний вес, вам нельзя молоко на ночь. Ну, ладно, я вам брошу, мандаринка. А? Не, ну, чтобы вы на меня не обижались. Чему мимо вы меня обижаете? Я понял. А молоко во сколько? Молоко вечером, за час до сна. К худым женщинам можно. Ладно, мои хорошие. Вот я вам всю практику рассказал. Если все это вы будете делать, ну, в основном статику и динамику, и чуть-чуть хотя бы чистить токсины, то вы вылечите свои хронические заболевания за 8, 9, 10 месяцев. Любые. Вот что хотите лечить? Просто они все разные. Например, если у вас онкология, то она лечится динамикой и токсинами. Есть три типа заболеваний всего. Первый тип – это просто хронические болезни. Надо лечить статику и динамику. Если у вас онкология, лишний вес, динамика и токсины. Если у вас острые заболевания, ну, то есть, если у вас хронические воспалительные процессы, тогда статика и токсины лечится. Вот, например, экзема – статика и токсина. Или язва желудка. Или астма – статика и токсина. Аллергия. Тоже статика и токсина. Но вы все равно весь комплекс должны делать, понимаете? Просто я вам говорю, где блоки находятся. Теперь я вам нечто важное скажу. Это точно вам понадобится. ДЦП и аутизм у детей. Нарушение развития ребенка. Нарушение слуха, зрения. ДЦП, аутизм и так далее. Маленький ребенок. Как сделать так, чтобы у него пошли чистки? Вода – 28 градусов, 70 минут. Любой возраст. Нет проблем. Вот, дальше. Что такое ДЦП и аутизм? Это статика и динамика на пятом слое. То же самое вредные привычки. В основном статика и динамика на пятом слое. Рассеянный склероз тоже пятый слой. И шизофрения тоже пятый слой. Если человек, допустим, болеет шизофренией или психическим заболеванием, и он на таблетках, пусть остается на таблетках, на пять слоев чистится, через полтора года болезнь пройдет. Ну, то есть, через полтора года он прочистит блоки, а потом у него болезнь начнет лечиться, то есть, у него будет все восстанавливаться внутри потом. А катаракта? Катаракта – это четвертый слой, динамика плюс токсины. Динамика лечится динамиком, четвертый слой, пост – двое суток на воде или на зелень. Катаракта начинает лечиться. Но надо сначала статику убрать, а потом только динамику убирать. Четыре слоя – это три часа двадцать минут ходьбы, раз в пять дней примерно. Значит, смотрите, теперь с детьми разбираемся, да? Ну, то есть, в воде мы лежим, все нормально, да? Маленький ребенок, там, год ему, допустим, да? В воде лежим. Дальше, чтобы блоки статического напряжения убирать, он, допустим, у него аутизм, блок статического напряжения. Воды недостаточно, нужно блоки пробивать. Сидим возле дерева липы. Можно привязывать ребенка на час сорок. Три раза в неделю. Можно гвоздиком прибивать. Вы, блин, такие классные все. Думаете, на ваши шутки у меня не будет моей? Ну, есть все такие специальные жгуты для детей, вы же знаете. Которые дают возможность, вон, ребенок играется, но он не может от дерева отползти просто, и все. Он не перетягивает его такой, он просто не может никуда деться. Маленький ребенок. Че, не знаете такие? Тогда скотч. Никита Ильич, а вот вы в прошлом году когда к вам приезжали, у меня у ребенка были очень большие проблемы. Год прошел, все проблемы ушли. Вот вы мне тогда сказали... Нарушение развития? Нет, там неприносимость у очень многих продуктов была, рвоты и так далее. Слышали? Ну просто дала... Серьезная проблема. Человек ничего есть, кушать не может. Да, да. И тогда нам предлагали на гормоны ребенка. На гормоны, представляете, предлагали? Вы просто сказали найти полено ибы, положить ее под кровать, закалять ее. Вот сейчас я просто искала возможность сказать вам спасибо. Это как все закончилось. Но это тоже я просто не договорил. Есть еще другие виды пассивной чистки, они более слабые. Это когда ребенку бревно кладут под кровать. Ну то есть аллергия это ива чаще всего. Но самое бревно, самое подходящее для детей аутизм это липа. Можно клен класть, можно липу. У вас же есть клены здесь? Да. У нас все есть. Отлично. Залшение речи у ребенка. А? Ну вот то же самое, это пятый слой. Ну давайте слушать, я же рассказываю. Значит, вода как у всех. Теперь нам надо у ребенка лечить статическое напряжение. Если это, ну, до трех лет, тогда привязан к дереву на час сорок, три раза в неделю. Других вариантов нет. Вот. Если после трех-четырех лет, то можно уже висеть кверх ногами. Инверсионный стол и 17,5 минут любой возраст, человек висит, пять слоев очищает. Четыре раза в неделю. Кверх ногами по 17,5 минут. Постепенно к этому приходим. То есть статическое напряжение мы убрали. Осталось убирать динамическое напряжение. Ребенок маленький, допустим, совсем. Ходить не будет 4 часа вместе с вами. А если он побольше, то вы можете идти, допустим, он бежит, потом встает, потом садится. А вы просто идете в его темпе. Вы попробуйте с ним пройти. И темп, выберите его темп. 4 часа в его темпе. Вы идете, а он то догоняет вас, то встает, но вы не встаете. Вы идете, его зовете, кричите. И он бежит за вами. Садится потом. То есть если вы за ручку будете 4 часа вести, маленький ребенок, он будет орать. С ума сойдет. А так, если дать ему бегать вокруг вас, он то бежит, то сядет. Ему так легче. И он будет 4 слоя, 5 слоев чистить точно так же. Если ребенок никак не ходить не может, совсем там жесткий аутист, ДЦП, тогда есть такая практика пассивной чистки динамического напряжения. Называется солевая комната. То есть солевых брикетов. Такие спа, такое сейчас есть, солевые комнаты. Там температура 40-50 градусов делается. Невысокая температура подогрева. Вы туда садитесь с ним. 10 минут слой. Надо сначала в воде на 5 слоев сидеть. Потом солевая комната. А потом опять на один слой в воде. Как в бане. 50 минут в солевой комнате надо находиться с ребенком. Это все одновременно, да? Это все одновременно, да, весь комплекс, да. И будет динамическое напряжение убираться у ребенка. Это пассивная чистка, она все равно помогает при аутизме. Понятно? То есть активная чистка с ребенком, это вот так вы идете, он за вами, кто бежит, кто сидит. Вот. И вы его зовете все время. 4 часа раз в 6-7 дней. В течение где-то года и 2 месяцев, вот так по графику делать, с этого момента начинает восстанавливаться психика у ребенка. Через год и 2 месяца он становится постепенно нормальным у ребенка. Классно? Если ребенок ДЦП, допустим, он сключенный, то на эдлиспсоиде или на велотренажере можно двигать его, когда придет время. Приучать до 4-х часов раз в 6 дней. Понятно? Есть еще, допустим, соляные озера такие, вот как Мертвое море. Не знаю, у вас есть здесь рядом или нет. Вот, то есть ты лежишь на воде, а она не тонешь. Вот такая, так много соли, лежишь, не тонешь. Если вода не холодная, там, если она, допустим, летом, ну, грубо говоря, там 25-30 градусов, ни выше, ни ниже, тогда полчаса один слой. Два с половиной часа там лежит человек в этом, динамика очистится на 5 слоев. Это ДЦП, так сказать? Можно ДЦП, можно любому человеку. Пассивная очистка, динамическое напряжение. А на море не чистка? Нет. Только статика на море чистка. Ну, там динамика чистится. Вот ты 40 минут простоишь, там у тебя четверть слоя солью очистится. Ну, это ноль вообще. Бесполезно. Не сможет столько насыпать, как в мертвом море. Ее надо неделю размешивать, чтобы она растворилась до такого состояния, чтобы ты там мог полежать и не тонуть. А флотинг, камеры? А? Флотинг, камеры вот есть такие. Инициация такой воды, и там тоже как-то ведешь. Сейчас, где-то. Ну, она соленая, что ли? Да. Серьезно? А клейка соль, вот я прошу. То есть там прямо лежишь и не тонешь? Да, я целый час лежу, раз в неделю. Все, это работает. Ну, это не час, это два часа с половиной надо, чтобы пять слоев прочли. Там только час 150 минут. А? Ну, значит, это нельзя. Надо два с половиной, договариваться, взятки давать. Чтобы два с половиной. Час 50 минут лежим? Два с половиной часа. Нет, причем она такая сильно горячая. Мне потом... Не, сильно горячая нельзя. Это опасно для здоровья. Только... Не, не, надо меньше. Надо где-то не выше 30 градусов. Иначе перегрузка будет. Вот, перегрузка идет. Не, не надо, нельзя, опасно очень. Лучше от температуры, если в такой соленой лежать, от 25 до 29 градусов. Вода должна... Это надо просить, чтобы поменьше. Да. Все, разобрались? Какие вопросы у вас? Ирина Геннадьевич, можно спросить, хотелось бы, как можно решать проблему с позвоночником, с искривлением таза? Вот сначала чистим слои. Слои прочистили, а потом есть такое упражнение, ноги вытягиваем вперед, и вот так нагибаемся вперед, и вот так руками пытаемся до стоп дотянуться. Сидя? Да, сидя. И вот в таком упражнении 8 минут один слой чистится. Надо 32 минуты вот так сидеть, потом уже. И потом ложиться вот так вот, лежать, и потом вставать, и наклоны делать. Невозможно лежать там. Позвоночник, копчик точно сидит. Ну, на бочку полежите потом. Ну, то есть сначала надо чистить слои, потому что если вы их не прочистите, блоки не прочистите, то никакая практика не поможет. Организм не будет восстанавливаться ни у кого и никогда. Пока психическое тело не вылечилось, физическое тело никогда не будет лечиться. Это невозможно. Вы что лекарствуем? Любые лекарства — это перераспределение энергии. Но если энергии мало, то хоть перераспределяй. Вот желудок, допустим, больной. Гастрит. Почему гастрит? Потому что в нем мало энергии, чувствительность повышается. Вы чуть не то съели воспаление. Врачи вам что делают? Выравливают энергию там. Но они энергию же не будут добавлять. В результате чувствительности в желудке остается, и на всю жизнь хронический гастрит. Поэтому врачи говорят, вы себе свой желудок никогда не вылечите. А я вам говорю, вылечите. Для этого надо очистить психическое тело. И потом в желудок ваш за полгодика вылечится, и его не будет хронического гастрит. Все. Ну? А как понять? Ну все, мое психическое тело здорово. Мое хорошее. Вот если ваше психическое тело будет здорово, вы это легко поймете. Вы спокойны будете. У вас будет много энергии. Вы будете всегда улыбаться. На вас все будут смотреть, оглядываться. Ясно. Можно ли все очистить и больше ничего не делать? А? Вопрос о том, можно ли один раз все очистить и больше ничего не делать? Можно, но помрешь. Ну то есть чистки идут почему? Потому что мы живем, надо всю жизнь этим заниматься, этими практиками. И где-то 90 лет гарантированно без болезни, без таблеток жить так. 85-90 лет вообще без проблем. Вот мне сейчас через 2 недели будет 59 лет. Я не чувствую себя больным вообще никак абсолютно. Я бы, говорит, вам не дала. А? Ну завтра посмотрите, кто моложе. Побегаем, посмотрим. Если одна часть тела слабее другой, можно водой? Да, все опять, все то же самое делаем, все то же самое. Ничего не боимся, да. Ваш вопрос. Я правильно понимаю, что статика, она не компенсирует воду. То есть надо все равно воду. Да. Но вы поймите, когда вы статистические упражнения делаете, вы гоняете энергию воды, которая у вас есть. А новой, ну, если ее не хватает, то все. И она еще уменьшается от этого. Потому что вы гоняете, блоки пробиваете, а общая энергия воды уменьшается. То есть в воде все равно придется сидеть. А если чаще делать, не раз в неделю, а два, три раза в неделю? В воде сидеть? В воде сидеть. Какое-то время можно вам. Потому что вы тренированы. Но надо каждый день статические упражнения делать. Да. Можно и в прорубь ходить. Два раза в неделю. Или еще быстрее наполнитесь водой. Но обязательно циклом тогда. Прорубь, баня, прорубь. Вот так вот. Тогда быстрее по времени... Быстрее чистка водой произойдет, да. Наполнитесь водой. У вас недостаточно энергии воды в организме. А в ванной? В ванной тоже хорошо. Нет, холодная, горячая. Но снова холодная. Да. Ну? А если статику делать на гвоздях, это как-то сократит время? Это мои хорошие... Поймите, вот эта практика на гвоздях, она не очищающая. Это стимулирующая практика. Вот если ты бежишь в горку... Кстати, ходить, бегать надо по ровной местности. Никаких холмов, ухабов. Вот бежишь в горку, под контрастным душем стоишь. На гвоздях стоишь. Это все стимулирующие практики, они увеличивают возможность терпеть нагрузки. Бег с ускорениями. У тебя просто более тренированный организм, но он не чистый. Очищение — это вот то, что я рассказал, вот эти практики. Они делаются в радостном настроении, в спокойном. Никогда нельзя отрицательные эмоции испытывать в это время. Надо всем желать счастья, потому что энергия в тебя не будет заходить. А подскажите, как диагностировать у себя, где какие находятся блоки? Как понимать, что у меня блок тут? Это мы не специально с ней договорились, чтобы была реклама. Значит, смотрите, есть два варианта. Первый вариант. У меня есть помощники, которые просто вам за 6 тысяч могут консультацию дать. И по вашим диагнозам вам скажут, где у вас блоки и что делать. Второй вариант. Это уже дороже. Это, по-моему, 26 тысяч рублей стоит. То есть, это... Я вам тестирую психическое тело полностью, всё. Ну, то есть, все блоки вам рисую. У вас будет диаграмма на всю жизнь. Вот у вас ничего не поменяется. Просто вы будете верхушки срезать, убирать блоки. А где они будут нарастать потом, если вы не будете ничего делать? На тех же местах. Вот. А потом мои помощники вам расскажут. А там за 6 тысяч они ещё ведут вас в месяц. Они вам дают практики и потом следят за вами. А здесь в это уходит. Я вам диаграфму нарисовал. Потом дальше помощники проконсультировали вас. Ещё месяц ведут вам, отвечают на ваши вопросы по WhatsApp или по Телеграму. Не знаю. И рассказывают, что там, как вам делать правильно. Есть методичка, которую почитайте. Там тоже даются конкретные инструкции, советы, как, чего. И у нас разрабатывает курс. Разрабатывается курс обучения по чечению организма. Там будет три модуля. Первый модуль – это просто что и как делать. Это примерно полгода будет обучение. Потом второй модуль – это вы можете на практике. То есть с вами практические занятия будут онлайн идти. А третий модуль – вы можете стать инструкторами и сами давать людям советы, обучать их ЗОЖ. Но это будет всё не раньше, чем через год запустится. А может быть и позже. Это всё разрабатывается. Это непросто. Скажите, я правильно услышала, что статику на пять слоёв можно делать четыре раза в неделю? Нужно делать четыре раза в неделю. Можно и больше делать. Просто статика – это милостивая практика. Она не перегружает. А динамика – это опасная практика. То есть если вы будете ходить два раза по четыре часа, то вы угробите свой организм. Раз в неделю – четыре часа, раз в шесть дней. А статику можно даже каждый день делать, статические упражнения. Можно даже делать статику на пять слоёв, ещё и повисеть на пять слоёв на эверсионном столе. И ничего плохого не будет вам. Понятно? А вверх мы даем вам как статистический упражнение? 40 секунд, 45 секунд один слой. Но это очень жёсткая статическая практика. Можно и на голове стоять, там, по-моему, полтора минуты слой чистится. Но это очень жёстко, это нельзя начинающим, это тренированные люди могут делать. Все основные положения, которые 65 минут слой чистят, и они не такие сложные, я вам сказал. Если другие, например, на шее стоять, 8 минут слой, берёзка. На коленях, когда назад прогнулся, такая есть тоже, 8 минут слой. Очень тяжёлое упражнение тоже. И так далее. Такие практики тоже есть, но зачем вам это всё, себя мучить? Есть правило ещё, мы его не изучали, он тоже статику лечит, вот так, как Иисус Христос. За ноги, за руки, как бы висишь. Это тоже статическое напряжение убирается. Скорость чистки я не знаю, потому что я не изучал. Но скоро мы всё это будем изучать тоже. А нельзя для здоровья по часу? Нельзя, это будет перегрузка. Раз в три дня, ну, по 40 минут можно. Больше нет? Надо чередовать другие. Можно в спортзал ходить, потому что кроме чистки, есть ещё укрепление мышечного каркаса. Потому что после 45 лет начинают грыжи лезть. Мышцы надо укреплять тоже. Можно в спортзал ходить. Это, ну, не запрещается. Просто это не долголетие не увеличивает. Это не лечит психику, твою судьбу не лечит. Вот эти все практики, они сначала психическое тело вылечат, потом физическое, а потом будут лечить судьбу. Вот я бегаю дальше, у меня будет улучшаться личная жизнь, деятельность улучшаться. Понимаете? Достигнение целей можно вот так вот. Потом постепенно расширяются возможности организма. Можно бегать при сильном ветре, или сидеть в ледяной воде, или какие-то экстремальные ситуации, там, энергии, там, сильный ветер, сильный дождь. И ничего тебя не перегружает, тебе всё классно. Солнце сильное. Я раньше солнца боялся, сейчас в Израиле 2 часа, 5 минут на солнце нахожусь на 5 слоёв, хоть бы хны. Потому что у меня чистится, всё прочистилось, солнцем нормально. Солнце, когда начинаешь солнцем чистить, сначала на один слой несколько дней, потом на два. И у тебя токсины выходят, тебе всё равно будет, солнце токсины вытаскивает. Будет плохо. Бывает раздражение, вот приезжаешь куда-нибудь. А это токсины тоже. Да, это второй слой поражён. Но если ты постишься на 5 слоёв, тебе солнце уже не перегрузит. Ты уже прочистил токсины, выходишь на солнце, хоть бы хны. Да, ваш вопрос. Вы не сказали, какое время лучше. Вы говорили, утром лучше практики все делать. Все утром делать. Воду тоже, да, вода тоже утром. Вот смотрите, чистки все лучше до 12 часов делать. Но воду можно полежать и вечером. Ну, если, допустим, вы хотите расслабляться, то есть расслабляющие практики. Перед сном можно в тёплой воде лежать уже, допустим, 31 градус, где-то 30 минут после работы для того, чтобы хорошо спать, если нарушение сна. Но это не очищающая практика, расслабляющая практика. Понятно? То есть очищающие-то на утром? Лучше утром все очищающие. Ну, можно и днём, в принципе. Лучше не вечером. Ну, если я не смог утром, ну, пробежись днём. Ничего страшного. Паститься весь день надо. Но всё равно утренний пост самый лучший. Поэтому я пащусь с вечера и до обеда. У меня всё чистится в это время. Солнце поднимает, всё чистится. Я вас научил хорошо жить. Вы довольны? Всё, теперь всё это дело. Методичка с вами. Лекции по очищению организма с вами. Я их много. Я их везде читаю. Изучайте, слушайте. Каждый раз новый опыт. Я больше углубляю знания, рассказываю вам шире всё. Глубже понимаю всё. Изучайте всё вот так. И ещё хочу вам сделать одно объявление. Вы можете участвовать в проекте, который принесёт пользу всему миру. У нас начинается такой проект, что вот, допустим, лекция превращается сначала в текст русский, и его редактируют. Потом он превращается в английский текст. Его редактируют. А потом моим голосом идёт лекция на английском языке с помощью искусственного интеллекта. То есть чистое английское произношение. И вы можете, и у нас пошёл YouTube, Instagram, у нас идёт уже на английском языке. Скоро на китайском я буду рассказывать всем. У нас тоже пошёл уже. На китайском языке. There are many good ones, but today we'll talk about the bad ones, because good men don't cause a feeling of a bird. Объясни. Слышите, идёт на английском языке. Классно? Кто английский хочет, это просто волонтёрская программа, можно по 10-15 минут в день чуть-чуть корректировать. Кто английский хочет? Можете подойти к Игорю, к Жене, он вам телефончик даст. Да, вот Женя. Можно на русском помогать. Хотите русский корректировать, там какое-то время в день волонтёрите и делайте добрые дела. А у нас скоро будет на всех основных языках мира. Я вам сейчас под конец покажу, и вы обалдеете. А потом будем желать всем счастья. Да, вот сейчас вот так вот, понимаете, то есть время меняется, и можно использовать всё для того, чтобы людям помогать. Все эти современные технологии. Сейчас я вам покажу кое-что. Смотрите. Мужчины не капричоса, пересоса, 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 пересоса. Нет, там не только на испанском, там смотрите, что происходит. Мужчины не капричоса, пересоса, пересоса, пересоса. Вообще-то жёстко будет. Вот это всё мы сейчас начинаем делать. Так что весь мир будет слушать лекции скоро. Спасибо вам большое. Желаю вам всем мира, счастья, любви, здоровья.